Самые грозные хищники, как и большинство живых существ в природе, начинают свой жизненный путь беспомощными и уязвимыми. Им предстоит многому научиться от своих родителей, прежде чем они начнут самостоятельную жизнь в роли грозного хищника. В этом видео посмотрим на милейших детенышей самых опасных хищников. Гепарды. Самцы гепардов объединяются в небольшие группы, состоящие обычно из братьев. Эти группы борются с другими гепардами за охотничью территорию и находящихся на ней самок. Самое быстрое животное в мире рождается слабым, беспомощным и неспособным избежать нападения даже самого медленного хищника. Вот почему матери гепарда скрывают своих детенышей в течение их первых недель жизни. Детеныши гепардов, как и любых кошек, маленькие и беззащитные. Это легкая добыча для любых хищников, в том числе и орлов. Малыши гепарда при рождении весят от 150 до 300 грамм. Навыки, которые необходимы, чтобы выжить в дикой природе, изучаются во время игры. Также во время игры гепарды учатся правильно охотиться, ведь в дикой природе нельзя этого не уметь. Грива на загривке и кисточка на хвосте детенышей, помогающие самке находить котят в кустах, исчезают к 3 месяцам. Самка кормит детенышей до 8-месячного возраста. Котята остаются с матерью до 2 лет. В дикой природе гепарды живут в среднем до 20 лет. Белоголовые орланы относятся к редким пернатым хищникам, способным создавать массовые скопления. Сотни и даже тысячи орланов собираются там, где много корма. Подобно множеству из рябинных, белоголовые орланы моногамны. Их союз распадается только в двух случаях. Если в паре нет птенцов или одна из птиц не возвращается с юга. Как бы это глупо не звучало. Брачный союз считается скрепленным, когда орланы начинают строить гнездо. Масштабную конструкцию из сучьев и веток, водружаемую на верхушку высокого дерева. Эти хищные птицы предпочитают предоставлять своим птенцам много пространства для маневров. Именно поэтому из всех пернатых эти птицы вьют самое большое гнездо. Это сооружение, масса которого может доходить до тонны, превосходит габаритами гнезда всех североамериканских пернатых, достигая 4 метров в высоту и 2,5 метров в диаметре. Возведение гнезда, которым занимаются оба родителя, длится от недели до 3 месяцев, но ветки укладывает обычно партнерша. Гнезда такого типа обычно вьются на высоких деревьях или на утесах, которые находятся неподалеку от воды. Выращивание птенцов – работа обоих родителей. Пока один из родителей высиживает яйца, другой отправляется за едой. Позже, когда птенцы вылупятся, в добыче еды участвуют и мать, и отец. Птенцы находятся в гнезде около 12 недель. Обучение полету – самое опасное время для молодых птиц. Многие не переживают эту стадию. Как только орланы полностью сформируются, на их головах и хвостах появляются белые перья, которые определяют их разновидность. Рыси. Брачный период у рысей наступает в феврале и длится до конца марта. В это время самку сопровождают несколько самцов, постоянно дерущихся между собой. При этом они все время издают разные звуки, рычат и басовито мяукают. Чтобы произвести потомство, рыси устраивают логово. Чаще таким логовом служат дупла деревьев на высоте или расколы в скалах. В апреле или начале мая на свет появляются рысята. В выводке зачастую рождаются 2-3 малыша. Новорожденные котята слепы и беспомощны, весом около 300 грамм. Открывают глаза малыши только на 12-14 день жизни. Своё потомство самка воспитывает сама, без участия самца. Первые месяцы мать кормит детенышей молоком, а в двухмесячном возрасте начинает подкармливать добычей. Чтобы научить своё потомство охотиться, самка приносит им живых мышей и зайцев. В трёхмесячном возрасте рысята покидают своё логово и начинают следовать за матерью. Котят самка учит охотиться только после достижения пятимесячного возраста. Самостоятельную жизнь котята рыси начинают в возрасте одного года, когда мать отгоняет их, чтобы обзавестись новым потомством. Рысь, как и львица, может покинуть своих детей, если почувствует, что не сможет их выкормить. Хотя рысь может родить до шести котят, голод может не позволить ей вырастить всех, а иногда даже одного. Белые медведи. Весной, когда лёд начинает таять и дни становятся длиннее, самцы отправляются на поиски партнерши, проходя при этом большие расстояния. Так как белые медведи ведут одиночный образ жизни, пара держится вместе всего неделю, затем самец уходит. Самка белого медведя признана самой заботливой мамой в животном мире. Прежде чем у самки появятся детёныши, она будет искать подходящее место, чтобы вырыть логово. Оно может находиться на земле или на устойчивой морской льдине, где она спрячется в глубокие слои снега. Беременность длится почти как у человека до 9 месяцев. При рождении медвежата появляются почти без шерсти, с закрытыми глазами и ушами. Они появляются на свет зимой и впервые выходят из берлоги с медведицей в середине весны. К апрелю медвежата становятся достаточно крепкими для выхода из берлоги. Выйдя с детёнышами из берлоги, медведица больше в неё не возвращается, так как медведица много месяцев ничего не ела и при этом кормила медвежат молоком. Её жировые запасы к этому времени израсходованы, поэтому первым делом она отправляется с медвежатами охотиться на тюленей. После выхода из берлоги медвежата повсюду следуют за матерью. Начинается длительный период обучения. За два года мама должна научить медвежат всему, что необходимо для выживания. Двух-трёхлетние медведи уже достаточно опытны, чтобы начать самостоятельную жизнь. В течение жизни самка белого медведя может произвести на свет всего лишь до 5 выводков. Таким образом, это млекопитающее с очень низкой рождаемостью. Гиены. Существует мнение, что дрожжелюбное поведение, способно намного быстрее завоевать женское сердце, чем демонстрация силы. Самец гиены понимает это лучше, чем какое-либо иное животное. Поскольку в стае именно самки занимают доминантное положение. Именно им приходится решать, с кем им предстоит быть, и они выбирают самых лучших. А самцу, находящемуся на более низкой иерархической ступени, остается лишь ждать, кому месяцы, а кому и годы. Если повезет, и он сможет дождаться благосклонности самки, желательно вожака стаи, то повысится и его статус, и он станет лидером среди себе подобных. Как правило, самка выбирает себе партнера из другого клана. Таким образом, эти животные избегают родственных скрещиваний. Среди этих зверей существует четкая иерархия. Все нижестоящие особи полностью подчиняются вышестоящим. Положение определяется прежде всего рангом матери маленьких гиен при их рождении, и сменить его впоследствии чрезвычайно трудно. Самцы всегда занимают более низкое положение, а во главе стоит наиболее опытная самка. На свет появляется от одного до трех детенышей. Самка гиены очень заботливая мать, логово она обустраивает заранее. В основном для этого самостоятельно роет нору или находит подходящую пещеру. А о выводке заботится до двух лет, кормя их молоком почти до 20 месяцев. Молоко настолько питательное, что при необходимости детеныш гиены может обходиться без какой-либо иной пищи около недели. Малыши рождаются покрытыми однотонной шерстью, полностью зрячими с клыками и резцами. И практически сразу начинают отстаивать свое место под солнцем, бросаясь на брата или сестру с целью загрызть. Им это нередко удается. Около четверти малышей гибнет, едва только заявившись в этот мир. Через какое-то время страсть к убийствам проходит, и выжившие детеныши учатся существовать друг с другом. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. И взгляните, что мы еще подготовили для вас.